Мы нарисовали три квадрата, и сейчас несколькими разными способами мы сейчас найдем сумму вот этих вот двух углов. Давайте обозначим один из них альфа, другой бета. Интересно, нет ли у вас гипотезы, чему примерно будет равна сумма? Ну, не знаю, 60 градусов, 100, да? Я думаю, примерно 70-80. 70-80, ну вы не правы, объясняю почему. Если проведешь вот так вот диагональ, то будет 45, если здесь проведешь, будет тоже 45, а каждый из этих углов меньше, поэтому ответ, конечно, гораздо меньше, да? Ну, вот сумма, то есть, ну, угол альфа равен 30 градусам. Угол альфа равен 30 градусам. В точности или примерно? Нет, примерно. Ну, давайте объясню. Что такое третий градус? Если вы рисуете равносторонний треугольник, и в нем проводите высоту, то сторона делится на два равных отрезка. Ну, и здесь, соответственно, будет так же, да? И возникает треугольник с углами 60 градусов, 90 и 30. Таким образом, когда у вас гипотенуза в два раза больше катета, то угол 30 градусов. Смотрим, здесь не гипотенуза, здесь вот этот катет в два раза больше этого, поэтому не 30 градусов. Ну, и что будем делать? Можно, конечно, сейчас компьютер включить и просто найти эти величины точно. Ну, может быть, мы подумаем. Цель задачи, цель наша сейчас, найти сумму альфа и бета. Найти сумму величин углов. Альфа и бета. Для этого нужно сделать какие-то дополнительные расстроения. Я хочу приучить вас к тому, что в 21 веке этим надо пользоваться. Я несу компьютер с программой живая геометрия. Сначала просто нарисовал две точки. Дальше одну выделил в качестве центра поворота. И поворачиваю на 90 градусов. Смотрите, что у меня получилось. Вот эта вот точка соответствует. Наверное, я немножко размахнулся, можно было поменьше взять. Давайте я сейчас немножко передвину. Да, вот так вот. Хорошо. Теперь надо передвигать. Самый простой такой способ. Я замеряю вектор. Замеряю вектор. И дальше подвергаю операции переноса. Значит, смотрите, дальше отмечаю вот эти две точки. И опять говорю, перенести. Да. Хорошо. Так. Опять немножко раздулась картинка. Так. И, наконец, еще отмечаю вот эти вот две точки. И опять говорю, перенести. Все. Необходимая картинка возникла. Смотрите, что я теперь сделаю. Закрашу. Это не для того, что это нужно, а просто, чтобы вам было виднее. Чтобы вам было лучше видно. Пусть, например, будет зеленая. Пусть, например, это будет зеленая штука. И теперь я должен провести необходимые отрезки. Ну, например, провожу вот этот вот. Даже не отрезки, а углы. Давайте я их измерю. Измерить угол. Наверное, с него надо было начать. Угол альфа 26,57. Так. Теперь вычислить. Давайте-ка возьмем этот угол. Плюс вот этот. Сумма. 45 градусов. 45 градусов. Поскольку она с большой точностью считает, то я уже могу написать ответ. Ну, разумеется, нужно этот ответ будет доказывать. Нужно этот ответ, разумеется, будет доказывать. Для того, чтобы это сделать, я нарисую шесть квадратов, расположенных в прямоугольнике 2 на 3 квадрата. Далее я проведу здесь вот такие вот линии. Вот такие линии. Значит, ясно, что это у нас угол бета. Это у нас угол альфа. Только бета надо было двумя дужками. Уж как мы стали это тогда. И угол альфа одной. Да. А этот треугольник как их называют? Это прямоугольный треугольник. Прямоугольный, причем равнобедленный. Да. Так. Почему он равнобедленный? Потому что вот этот отрезок равен этому. Смотрите, здесь видны такие треугольники. Вот этот и вот этот. Это треугольники, у которых прямые углы. Здесь один, здесь два. Здесь тоже один и два. Значит, они как грэнты. Дальше. Этот угол прямой, потому что здесь у нас угол альфа. Здесь у нас тоже угол альфа. Все. А этот угол 90 градусов. Абсолютно верно. Молодец. Потому что вот этот вот получается из прямого угла поворотом на альфа здесь и здесь. Отлично. Спасибо вам. Все правильно. Давайте я сейчас ровно то же самое, что вы сказали. Нарисуем в компьютере, чтобы всем было понятно. Вписанный треугольник. Тогда вот эти вот зеленые со сторонами 2 и 1 прямоугольный треугольник конкурентны. И вот этот вот треугольник действительно является равнобедренным прямоугольным. Договорились? Отлично. Отлично. Показано вот каким образом. Взяли не размером 2 на 3, а размером 3 на 3. И просто тогда у нас есть квадрат, вот такой вот светлый, вписанный в квадрат размером 3 на 3. Так, ребята, все видят, да? Смотрите. Значит, вот этот вот такой косо расположенный квадрат вписан в большой квадрат 3 на 3. Теперь видно, что вот эти вот боковые треугольники, они все, разумеется, прямоугольные. Видно, что это квадрат. И смотрите. Вот этот вот угол, это, конечно, бета. А вот этот вот угол, это, конечно, альфа. Потому что здесь вот единичка, а здесь двойка. Понимаете? Вот этот вот угол между наклонным отрезком и горизонталью, это угол альфа. А этот угол, это угол бета. Сумма их, это угол вот в таком вот, в половинке квадрата. То есть 45 градусов. Все? Так, отлично. Сейчас нарисую на той же самой картинке вот такую штуку. Значит, смотрите. Мне ведь нужно доказать, что сумма угла альфа и угла бета, это 45 градусов. Вы понимаете, что для этого на самом деле нужно доказать равенство, равенство вот какое. Значит, смотрите. Вот угол альфа, угол альфа, это в точности вот этот угол. Согласны? Замечательно. Если я проведу диагональ в квадрате, то это будет 45. Значит, если я сумею доказать, что вот этот угол равен углу бета, то все будет сделано. Вот если бы мне удалось доказать равенство вот этого вот угла, углу бета, то все было бы сделано. Теперь смотрите, что такое угол бета. Это угол в прямоугольном треугольнике, у которого один катит в три раза меньше другого. Значит, если я для вот этого вот угла смогу найти прямоугольный треугольник, в котором один катит будет в три раза меньше другого, то задача будет грешна. Сможем, я не знаю. Сможем. 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 Вот этот треугольник. Один катет равен одной диагонали квадрата, второй катет в три раза больше диагонали квадрата. Ну, в общем, право. Ну, единственное, вы, конечно, немножко перестарались в размерах картинки, потому что можно было, конечно, обойтись треугольником чуть-чуть меньшего размера. Смотрите, вот точно так же, если бы вы провели вот эту линию, то точно так же бы он вам сгодился. Значит, в самом деле, если это центр, то это половина диагонали, это половина диагонали, и это половина диагонали квадрата, и это половина диагонали квадрата. Поэтому, конечно, вот этот треугольник тоже прямоугольный, потому что диагонали у квадрата пересекаются по прямому углу. И у него тоже один капец в три раза меньше другого. Но, с другой стороны, знаете, может оно даже чем-то и симпатичнее, большой, зато большой. Спасибо, что вы решили задачу. Действительно, вы решили задачу. Заметьте, это второй способ. То есть, мы увидели, что вот этот угол равен углу бета за счет так называемого подобия треугольников. То есть, мы вот увидели такой треугольник с катетом в три раза, отличающимся от другого катета, и поняли, что он подобен такому. Хорошо? Но на этом еще не все. Значит, ребята, прежде чем двигаться дальше, я должен вам напомнить одну очень важную теорему геометрии. Если у нас есть окружность, в которой взят центр и проведен некоторый, так называемый, центральный угол, то есть, проще говоря, два луча из центра проведены, то любой угол, который вписан и опирается на ту же самую дугу, в два раза отличается. Так называемая теорема о вписанном угле. Вот если здесь некоторый угол фи, то центральный угол в два раза больше. Разрешите, я сейчас не буду доказывать эту теорему. Это отдельный разговор и очень интересный и замечательный. Но я обращу ваше внимание, что сразу следует из этой теоремы. Если мы проводим вот так вот, то это тоже будет угол фи. И если мы вообще разными способами рисуем вписанные углы, опирающиеся на вот эту вот дугу, то у всех будет одна и та же величина. Так вот, задача. Придумать, как задачу о трех квадратах можно доказать при помощи теоремы о вписанном угле. Поняли вопрос? Поняли вопрос. Для этого я сейчас сделаю сначала картинку, а потом будем ее смотреть. Вот картинка. Боюсь, что вы ее не очень понимаете. Значит, смотрите, смысл здесь такой. Вот этот вот угол, он опирается на вот эту вот дугу. И поэтому он равен углу бета. Потому что если вы проведете вот такой вот диаметр, то здесь у нас будет как раз единичка, а здесь будет 3. Согласны? Или нет? Вот такой красный угол. Красный угол, он величины бета. Правда, наверняка вы не понимаете, зачем это надо. Подумайте немножко. Вписанный угол я вам уже нарисовал. Вписанный угол я вам уже нарисовал. Вам нужно всего лишь понять, как это можно приспособить к нашей задаче. У нас имеется замечательная окружность. У нас имеется замечательная окружность. Нужно теперь понять, как при помощи этой окружности, при помощи теоремы о вписанном угле, мы с вами можем понять, как устроен угол бета. Давайте для начала покажу, где угол бета. Вот он. Вот этот угол бета. Вы должны увидеть угол, который опирается на ту же самую дугу. Можете? И чтобы это нам помогло, да, пожалуйста, в решении задачи про нахраждение сумм альфа и бета. Это угол. Ну, только надо провести через вершину, правда? Когда вы проводите диагональ квадрата, она обязана пройти через... Знаете, иногда говорят, что геометрия – это искусство. правильно рассуждать на не всегда правильно сделанных чертежах. Потому что если рисуете диагональ, то должна пройти. Да. По теореме о разнице вписанных углов, этот угол также будет равен бета. Да. Однако этот угол равен альфа. Ну, напишите там альфа и бета. Альфа и бета. Значит, ясно, что сумма этих углов... Это угол между горизонталью и диагональю квадрата. Спасибо. Спасибо. Вы абсолютно правы. Значит, единственный у меня к вам вопрос. А почему вы уверены, что этот угол равен углу бета? Вот этот угол. Или вы про него ничего не говорили? Нет. Этот угол, про этот угол я ничего не говорю. На самом деле, буква бета здесь написана вот в каком смысле. Вот этот угол бета, да? Да. Вот этот угол бета, и, ну, и на самом деле вот это. То есть, вы немножко взяли с другой стороны, вот этот вот угол бета, правильно? Да. Он опирается вот на эту дугу, а значит, такой же угол бета. Я думал, что это подойдет с этой стороны, ну, неважно, все, неважно. Действительно, при помощи теоремы описанном угле удалось увидеть, что альфа плюс бета – это 45 градусов. Ребята, ради полноты коллекции я должен вам сказать еще один факт. Для любого острого угла возможно такое построение. Вы берете, рисуете прямоугольный треугольник, и когда у вас есть острый угол, то делите вот этот катет на этот. То, что получается, называется тангенс отношения одного катета к противоположному, к прилежащему. Так вот, когда угол 45 градусов, то понятно, что у нас происходит. Эти отрезки равны, и, соответственно, тангенс 45 градусов – это а разделить на а, это единица. Вот, пройдет совсем немножко времени, и вы изучите замечательную формулу, что тангенс суммы двух углов, оказывается, вычисляется вот такой формулы. Я не хочу, чтобы вы сейчас даже пытались доказывать, это достаточно сложно для вас, но, тем не менее, в школьную программу это входит. Значит, тангенс суммы двух углов получается так. Нужно сложить тангенсы, и разделить надо на единицу минус произведения тангенсов. Теперь вопрос. Чему равен тангенс альфа? И чему равен тангенс бета? Вспоминайте. Альфа – это когда в два раза меньше. Значит, тангенс альфа сколько? Половина. Одна вторая, совершенно верно. Так, бета – это когда в три раза меньше. Значит, тангенс бета – это? Одна треть. Одна треть. Поэтому, если бы вы были не в шестом классе, как большинство из вас, а более старших, и вы бы уже знали эту формулу, то было бы очень простое вычисление. Вместо тангенса альфа подставляем одну вторую. Вместо тангенса бета подставляем одну треть. И вычисляем вот такое выражение. Значит, одна вторая плюс одна треть – это, как известно, пять шестых. Из единицы вычитаем одну шестую, тоже получается пять шестых. Ответ – единица. А единица – это как раз тангенс 45 градусов. Ну, понятно, что это для старшеклассников решение, но, тем не менее, вот несколько разных способов решения этой задачи мы сейчас разобрали. Хорошо.